Там желательно, конечно, с веревкой прыгать, потому что отчищение уносит Вот! Ну почему меня всегда это и смущает? А здесь вроде спокойно, так тихо Всех приветствую! Сегодня первый раз решил заснять видео непосредственно из проруби Познакомился вот сегодня с еще одним пареньком, с моржом Ну и вот, собственно, мой день Как я его начинаю теперь уже? У меня опыта в этом немного Но уже все нравится НоEMA Самое хорошее! собственно искупался впечатления хорошие где-то четвертый уже раз я наверное на этой проруби своей все никак не мог нормально заснять видео чтобы более-менее красиво получилось это уже входит в привычку у меня вот и с чем я столкнулся столкнулся я с проблемой то что болят ноги и болят пальцы рук в основном когда выходишь на в воде тоже пальцы и ступни я заказал перчатки на зоне неопреновые перчатки специальные для рук вот но потом вычитал что оказывается что руки то болят с непривычки и также и ноги и что надо больше просто тренироваться а поскольку на данном канале я поставил цель все таки практиковать холодовые процедуры по по максимуму да то есть использовать различный опыт счастлива по максимуму использовать опыт уже предшествующих поколений холодофилов и добавлять что-то новую до изучать практическое воздействие то конечно же я понял что мне нужно перебарывать через эту боль и как видите вот они руки на морозе до побаливают но уже меньше чем раньше также ноги побаливают но это от того что они еще просто не адаптировались полностью да поэтому это момент сугубо тренировочный как я понял поэтому да и знаете странно было бы если бы тот же бимхов или порфирий иванов ходили бы раздетые но только лишь перчатках и в носках они ходили полностью без одежды поэтому это вот один из инсайдов то что я понял прорубь теперь схожу захожу без колебаний вчера был ветер вчера было где-то 10-15 метров ветер у нас в санкт-петербурге особенно вот в этом месте почему-то он поднимается тут открытая довольно таки местность что я сделал я просто надел шапку потом сверху надел резиновую шапочку и абсолютно спокойно плавал при сильном ветре то есть как бы я боялся застутить именно голову вот так вот такой вот опыт такой вот опыт дальше что я буду планировать вернее что я планирую сделать я планирую все-таки прорубить две майны то есть две проруби между ними протянуть веревку и попробовать поднырнуть вот что я хочу попробовать сделать ну то есть это я вам рассказываю следующий мой этап погружение так сказать вот эту вот холодную романтику да это именно под подлёдное подлёдное плавание да это уже я не знаю это насколько это закаливание это уже скорее всего какой-то лютый экстрим но у самурая есть только путь так что искупаться я сумел при свете еще солнце еще где-то там есть вдалеке и вот такая посмотрите прекрасная у нас прекрасная замечательная просто прорубь ну там вот здесь и одно вижу уже здрасте здрасте сейчас вчера ветер такой стоял я вчера купался и это здесь вроде бы попроще а там сверху холодно ну раздеваться особенно до метров 10 ветер вчера был вечером надо будет построить домик я вот уже начал делать да да узнавал петрович и сколько стоит брус это грандиозная идея я думаю нам никто ничего не скажет я даже больше скажу я ходил к руководителю этого парка я дал разрешение классно а вы давно здесь купаетесь три или четыре года вот так это же давно очень я нет я здесь четвертый раз я начал здесь купаться я начал здесь купаться вот когда крещение было а потом вот как-то понравилось тут значит пропустили все самое интересное когда сильные морозы были вы снимали что-нибудь здесь же да тоже наверно тут когда нам только начинал было интересно а потом уже прыжки еще снимал я на реаловаться слушайте это я значит вас видел а я видео смотрел вот вы вот этот постамент вы и сделали да или он был уже я принимал участие в его сооружении не я один его делал изначально это кто-то вырезал и поставил а потом я чуть-чуть укрепил его и в целом сейчас не очень скользко прыгать но у вас хорошо получилось нырнуть дело в том что потому что не я один ныряю вообще у нас там человек да вы чё просто тут надо уметь я бы с удовольствием бы и нырнул но я боюсь что я не справлюсь с управлением в полете потому что нож наверное еще у меня разряд по плаванию поэтому мне там нырять не привыкать так что в целом что с тумбочки в бассейне прыгать что с ледяной тумбочки разницы никакой ну вы молодец конечно ну вы разряд получили еще до того как начали закаливаться а как вы решили заканчивал рано начинал то есть я получается на озере плавал где-то до середины октября до ноября ну да 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 то есть я еще плавал там где-то вода градусов есть ну ладно всем счастливо всем пока на самом деле очень я стеснялся при всех тут снимать тем более очень плохо я сам себя снимаю и вообще не особо блогер ну вот у меня получилось это сделать